история пекинского автомобильного завода машину на двухцветная полтора литра turbo для кроссовера большой вместительный багажник снизу самый простой пластик кстати у машины завода идет видеорегистратор разу машина на английском базе завода идет обычная комфортная посадка машина под заказ стоит если хочешь позвони друзья всем привет на связи china car club меня зовут александр и сегодня мы снимаем обзор на байк или как его называют китае бейджин x7 погнали чайна как история пекинского автомобильного завода баб насчитывает 65 лет причем начинали китайские промышленники с копией советской газ 21 сегодня государстве холдинг бейджинг автомобиль группа байк входит в шестерку крупнейших автопроизводителей кнр в партнерах mercedes-benz и хендай при этом для компании самыми прибыльными 7 7 откройся без ключевой доступ самыми прибыльными являются грузовики автобусы спецтехника и внедорожники в сегменте премиум люхури машина точнее марка только пытается закрепиться если до этого они перенимали чужих чужие технологии то сейчас целиком переходит на свои что можно сказать по передней части автомобиля нас встречает светодиодная оптика спереди кстати монолитный фонарь по моему он играет роль дневных ходовых огней прикольная решетка радиатора виде множество сот у нас еще здесь камера переднего вида на машине завода стоят 20 диски на 45 резине машину на двухцветная в базе цвет идет белый черный камеры 360 градусов по низу у нас также пластик можно не бояться его поцарапать также chrome элементы по моему только на боковой часть автомобиля по задней части сзади нас встречает также светодиодный монолитный фонарь значка мы не видим у нас надпись бейджин но в россии это бренд байк встречает на самом фонаре тоже подсвечивается по нижней части выхлоп у нас псевдо заглушки что она мне очень хорошо хромированные с двух сторон и такая расческа снизу под спорт под капотом нас встречает полтора литра turbo кстати капот на пневмо упорах нет никаких ручных упоров 188 сил неприхотливый мотор 92 бензин расход смешанном цикле на 100 километров не превышает 78 литров по дорожному просвету это целых 20 сантиметров что неплохо передняя подвеска macpherson сзади многорычажка машина на дороге себя должна чувствовать уверенно багажник открывается с кнопки для кроссовера большой вместительный багажник больше ничего такого нету ни крючков ни зарядок по нише в нише у нас спрятана запаска домкрат крюки ну все самое необходимое в принципе ничего нового хубана багажник в разложенном виде багажник по разложенном виде просто сказка салон салона встречает салон кожзам двери тоже в козу кожзаме сверху мягкий пластик снизу самый простой пластик управление стеклоподъемниками управление зеркалами замки по салону запуск двигателя с кнопки кнопки на руле подсвечиваются руль приятный кожаный толстый довольно так что еще мы видим видим два больших дисплея кстати сразу машина на английском в базе завода идет здесь по центру привычная кпп аварийка физическая что немаловажно электронный ручник управление климатом также на центральной парящей консоли внизу ниша под всякие по циклу ерунде стеку один юсбишник один юсб тайп си камеры кругового обзора удержание в полосе автохолд подогрев руля все управление климатом здесь ионизация что так любят китайцы кондиционер переключение режимов забора воздуха сверху у нас управление люком мочечник открытие-закрытие панорамы управление светом кстати у машины завода идет видеорегистратор осталось ставить флешку и все все готово обычные козырьки без света зеркалом пассажирская тоже зеркалом механические заслонки управления воздухом также больная тема бардачок без доводчика который будет бить по вашим коленям в машине куча ниш спереди открываем подлокотник убираем шторку два подстаканника еще два подстаканника плюс зарядка под ключ и сам подлокотник очень глубокий пассажирское сиденье требует особого внимания нижняя часть у нас раскладывается раскладываем сиденье просто кайфуем в дороге все дань пока задний ряд сзади нас встречает просторный задний ряд прекрасный вид панорамы всякие ниши под мелочевки управление обдувом прикуриватель usb подлокотник подлокотник отдельная штука два подстаканника обдув и обогрев задних сидений и также есть массаж что тоже очень кайфово в дальней дороге друзья напоминаем что байк или бейджин заключили контракт с автотором не будет проблем с запчастями с обслуживанием с русификации машины скоро встанут на гарантию то есть это самая главная фишка этой машины обычная комфортная посадка но на самом деле здесь очень много плюшек в плане электрорегулировок массажа но что везде наверное добавляет много комфорта просторный салон самое основное это английский язык с завода в базе это просто один из основных наверное кстати русские кто не знает английский учите английский а лучше сразу китайский то что сейчас нас покорит китайский рынок стандартная посадка кроссовера до удобная машина для города небольшой расход много дисплеев много всяких ниш крутых по управляемости но обычно управляемость конечно валка но что мы хотим от машины то есть это семейный кроссовер большая панорама сзади массажа сзади вообще люди могут ехать кайфовать ну то есть это тоже многого стоит смотря на другие марки модели производимой в россии мы можем предполагать что российские модели байк x75 будут победнее а если такая же богатая комплектация и будет то она будет стоить гораздо дороже нашей потому что на комплектующие наложится логистика из китая в калининград затем в калининграда ваш город в россии и к дилеру и все это одно на другое на примере биджина биджей 40 он же байк биджей 40 в россии будет собираться только машины на бензиновом двигателе и без блокировок то есть напрямую можно будет машину заказать с китая через нас с кучей блокировок и на дизельном моторе чайна карклаб и так это был обзор на биджин или в россии машина называется байк x7 машина под заказ стоит три с половиной миллиона рублей через чайна карклаб друзья напоминаем что у нас есть своя розничная площадка в москве недалеко от станции метро домодедовская адрес каширская шоссе 61 корпус 3а всех ждем для вас можем сделать тест драйва и посмотреть все машины что есть в наличии также наш запас периодически пополняется приезжайте к нам в гости мы также сделали офис приезжайте все посмотрите подписывайтесь на наши соцсети на канал ставьте лайки у нас постоянно свежие новости акции обзоры отзывы клиентов приезжайте к нам пишите нашим менеджером всех ждем всем пока покататься в городе или на дачу выбирай ты любую из вагона тачек низкие цены у карифа на праздник условия простые что и понял даже чайник made in china все в онлайне сумму посчитать можно на сайте тут нет тайны элементарно новая машина из завода в руки прямо самый минимальный прайс купи себе новый девайс если хочешь не тяни позвони